Казахстан 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 стала локомотивом вообще развития экономики, процветания экономики всего Казахстана. Глядя на Астану, все областные центры у нас преобразились. Глядя на областные центры, районные центры начали обустраиваться. И это в новых совершенно свободных экономических условиях. И я могу один пример привести. Если в предыдущий период до нашей независимости в Казахстане надо было построить, допустим, какой-то объект стоимостью 5 миллионов рублей, свыше 5 миллионов рублей нужно было иметь разрешение Москвы. А сейчас посмотрите, целые города строятся. Это вот что значит независимость. Сейчас свободный рынок, народ свободный, самое главное – духовная свобода. Духовная свобода. Как молодежь у нас растет, как молодое поколение. И благодаря нашей духовной, правовой свободе мы достигаем сейчас освоения новых, внедрения новых технологий. Казахстан процветает. Поэтому я еще раз утвердительно могу сказать о том, что даже когда мы получили свою независимость, мы тогда не предполагали, что за 20 лет мы достигнем вот такого развития. Мы, сравнивая с прошлой нашей историей, мы тогда планировали более скромные какие-то достижения. А сейчас, вы посмотрите, мы сейчас находимся в каких-то зданиях. Казмедио-центр, вы посмотрите, это же здесь построили за один год, за два года. А помню, в Алматы старое здание, телевидение, телецентр, пять лет строили. Сейчас вот такой центр, тут огромный комплекс, совершенно новые технологии. Все тут какие-то совершенно новые медиатехнологии, они применяются. Вот развитие. Поэтому перспектива Казахстана, она становится еще более реальной, более интересной. О чем объявил глава государства в первом своем послании 2012 года до 2050 года. И послание вот это последнее, Нурлужол. Светлая дорога, светлый путь, это взято из корней мечтаний нашего народа. Путь всегда испытывает человека, и путь призывает человека к созиданию. Человек, проходя путь, достигает своей цели. Поэтому цель Казахстана, она прежде всего базируется на достижении самых мировых лучших результатов на благо нашего общества. Чтобы Казахстан, наши люди, наше население, наша молодежь, она была хозяином процветающей суперсовременной страны в правовом поле. Продолжение следует...